Я хочу говорить сегодня о положительной силе благодарения. Библия говорит, как написано в Якове 1.17, что всякий дар благо исходит от Бога. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенно не исходит свыше от Отца Света, у которого нет изменений и ни тени перемен. Когда приходит осознание того, что всякое даяние благо и всякий дар... Он исходит от Бога, это происходит утверждение наших сердцев в любви Божией. И наш духовный уровень и наш уровень любви поднимается на новый уровень. Мы понимаем, что всякий совершенный дар, то есть подарок другими словами, он исходит от Бога. Это говорит о том еще раз, что Бог не меняется, что Он тот же. И, возможно, ты скажешь, я не вижу всего этого, я не вижу всего того, что мне нужно. Где же это совершенные дары? Просто нужно перечислить. Всякое благо. Всякое даяние благое, которое было дано тебе. Все, что уже пришло в твоей жизни от Бога. Всякое другое. И то, что ты имеешь, что является твоим, чем ты обладаешь, каким добром и сокровищем. И когда ты начинаешь перечислять, вот этот уровень, он поднимается в тебе. И у тебя появляется еще большее желание славить и хвалить его. Порой бывают наши жизненные периоды, когда все идет к негативному. Но найди в это время в твоей жизни что-то хорошее, что-то благое, и начни славить Бога за это благое, что у тебя есть. Благодарение — это приобретение. И знаешь, само собой это не приходит, и человек не рождается таким. Человек, он из плоти, он плоской, и поэтому качество плоти — это быть неблагодарным. Никому из нас, никого из нас не нужно, не нужно учить этому. Вы с рождением знаете, как выражать эту неблагодарность, недовольство. Но знаешь, благодарение нужно практиковать в своей жизни. Просто то, что ты возвращаешься домой. Надеюсь, что ты рады тому, что ты возвращаешься домой. И ты можешь прийти на мой взгляд, спасибо Боже, что я возвращаюсь домой. Это моя гавань. Мой покров, мое укрытие. Это место, где я успокаиваюсь, отдыхаю. И спасибо тебе, Боже, за этот дом. Спасибо за жену мою и за ребенка. Или за мужа и детей. Аминь. 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 Ну, ты не знаешь, какие они. Мадлоба. Ахахахаха. Такое там благодарение. Макрамшэн шэгизлия. Но ты можешь. Мадлеры их, о матвис. Ты можешь быть благодарен Богу за них. Да дайна хавроца мадлоба здаицхэ. Мадлеры баздаицхэ. И ты увидишь, когда ты начнешь благодарить. В твоем сердце что-то произойдет. Тебе захочется славить и хвалить Бога. За твой дом. За твой диван и кресло, где ты порой сидишь. За жену и детей. Но в начале, может быть, этого чувства не будет, но продолжать, ты увидишь, что какое-то другое переживание пришло. Потому что в благодарении есть сила. Это очень важно и значимо, когда ты благодаришь Бога. Это те благословения, которые уже у тебя есть. Вместо того, что ты робчешь, чего у тебя нету. Лучше увидеть то, что уже есть у тебя. Знаешь, почему в основном бывает недовольство? А чего у нас нету, о том плачем. И вот этот плач, вот этот ропот, это недовольство, переводит тебя в такое состояние. Тут, на какую территорию, где Бог не благословляет. Потому что ропот, недовольство, все это приводит тебя в состояние неверия. Ты сам себя выводишь из того метода, где Бог благословляет. Потому что недовольство, это есть состояние неверия, недоверия. И ты переходишь из позитивного, в негативное. Да. И ставишь себя в ту позицию, где Бог не то, что не может благословить. Неужели Бог не может тебя благословить? Не то, что Бог не хочет тебя благословить, Он не может тебя благословить. Благодарение имеет созидательную силу. Потому что когда человек благодарит Бога за то, что у него есть уже, этим самым он утверждает свою веру. И твоё благодарение, оно зарождает надежду в других людях. И воздаёт Бога за то, что у него есть надежда, через людей. Потому что те люди, которые услышат, за что ты благодаришь Бога, в их сердцах что-то будет происходить. Потому что этот мир, эта страна, они полны недоверия, они полны неудовлетворённости. И когда в этом недовольном мире кто-то доволен и благодарит Бога за это, тогда что-то положительное сеется в этом мире. И как будто ты становишься для них примером, чтобы они также стали благодавными Богу. А ты, святой, Псалом 21.3 говорит, что а ты, святой, живёшь среди словословия Израиля. Когда Божий народ славит Бога, Бог как раз-то живёт вот в этом словословии, в этой хвале, прославлении. Во Христе мы не только его народ, но также его семья, его дети. Представьте себе, когда дети Божьи, они воздают хвалу Богу, Бог живёт посредине Бога. Бог там, где его народ, его дети, они благодарят Бога и воздают хвалу Ему. Мы знаем в отношениях между родителями и детьми, когда дети благодарны родителям за то, что они им дают, за то, что они им покупают. И когда ребёнок благодарят родителей, дети благодарят родителей за то, что они ему подарили или сделали, тогда у родителей ещё больше желания, родителям это приятно, и он готов сделать ещё. У родителя появляется желание, чтобы сделать ещё больше, чем он может. И Бог также является родителем. И у него такое же отношение. Когда его дети благодарны. Матвея 7 главе в 11 стихе написано так. Итак, если вы, будучи злые, умеете даяние благи давать детям вашим, тем более, Отец ваш Небесный дадь благо просящим у Него. И смотрите, что говорит Бог, вы, люди, будучи злые, то есть человек, люди, они злые. И если вы знаете, что вы должны делать добро вашим детям, чтобы вашим детям, своим детям дать что-то хорошее. Если вы, если вы, тем более, я, говорит Бог, от кого было придумано слово Отец. От которого именуется всякое отцовство на небе и на земле. Который является примером отца и родителя. Тем более, я, я хочу дать тебе благость, а не злое что-то. Всякое благое даяние, оно исходит от него. Всякое совершенное дар и благое даяние, оно исходит от Отца, Света, в котором нет ни изменений, ни тени, ни перемены. Божье расположение к тебе это делает добро для тебя. Бог расположен больше земного родителя, сделать что-то хорошее, сделать что-то благое. И сделать каждому из вас что-то хорошее, что-то благое, благое даяние дать вам. Но до этого покажи Богу, что ты благодарен Ему, за то, что Он уже дал тебе. Когда приходишь в Божье присутствие, приходи не для того, чтобы просить у Него что-то. Когда приходит ребенок, родитель пока целует, как дочь поцеловала Тремурия. И родитель, что ты хочешь, сколько тебе нужно, сколько тебе нужно. Но если я прямо так скажу, так как-то не то, получается. Нет, это так не происходит. Но приди с таким расположением, что Боже, я не пришел просить у Тебя что-то. Просто я хочу, как моего отца, поблагодарить Тебя. За все то добро, которое ты сделал для меня. За все то добро, которое ты дал мне, с чем я соприкасаюсь, я хочу просто поблагодарить Тебя за это. Благодарение это один из видов хвалы. Ты благодаря славишь Бога. И ты выражаешь его хвалу и поклонение. И знаешь, естественно происходит так, что когда благодаришь, ты хочешь делать больше. И Божье расположение, конечно же, Бог не меняется, в нем нет тени перемен, но Бог располагается еще больше, чтобы в жизни тех людей, которые благодарны, приносить благословение. Порой, когда ты говоришь, давайте будем благодарны перед Богом. Люди думают, за что благодарить Бога, что он мне такое сейчас сделал, что я благодарил его. Из-за того, что мы не привыкшись к благодарению, где-то 2-3 минуты, и ты еще протянешь благодарение. Но этому нужно учиться. Чтобы выражать благодарность. Научись перечислять те благости, то благо, которое Бог сделал для тебя. И этим самым ты будешь восхвалять Бога. Давид, я смеюре псалму, и тулись. Чамо на твальца кетепсикетиса, гмертиса. В 102-м псалме Давид перечисляет те благости, которые Бог совершил в его жизни. Его жизни. И мы можем прочитать первые пять тихов 102-го псалмы. Аккуртхе суло чему упали дам тело шигнеу лобав, чему мисиц минда сахели. Аккуртхе суло чему упали дам арда и вицхо, тели миси сикете. Исари, шем доби, хуэлла шени бралиса. Мкурнали, хуэлла шени снеу лебиса. Саплави дан дам хснели, шени сицоцклиса. Цхалоби за сикетисы гвиргунис дам дгмели. Сикети таусеби, шени сицоцклиса. Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои. Избавляет от могилы жизнь Твою. Венчает Тебя милостью и щедротами. Насыщает благами желание Твое. Обновляется подобно орлу юность Твоя. Значит, Давид не написал бы этот псалом, если посчитал бы, что в его жизни не хватает благодарности Богу. Наверное, Давиду не хватало этой благодарности. И поэтому он побуждает себя, чтобы благодарить Бога. Делает перечень всего того, что Бог делал в его жизни. И Давид был подобный нам человек. И нам, наверное, также не хватает этой благодарности. И порой, вместо того, чтобы быть благодарными Богу, мы говорим, Боже, у меня этого нету, того нету и этого нету. И когда мы больше смотрим на то, чего у нас нет, тогда благодарение исчезает, оно тухнет. То, что Баб дал тебе, перечисли это. Напомни себе, пересчитай. Пересчитай и говори это перед Господом. В этом стихе он говорит, что он прощающий беззаконие твои. Первое благословение, которое он перечислил, это есть прощение. Думай о том, где бы ты был сейчас, если Бог не простил бы тебя. Если бы мы не получили бы прощение грехов, наш путь был бы ват. И наша жизнь была бы обречена для вечной смерти. И если бы Бог не простил бы нас, если бы вот эту благость, эту благость он не принес бы в нашей жизни, тогда шанса на спасение будет. Если бы не было бы прощения, тогда ни одного из нас возможности живых и не было бы. Я не знаю, как вы, но у меня точно не было бы. Потому что больше половины моих друзей уже нет живых. И я оказался бы посреди них. Если бы не было бы прощения в нашей жизни, тогда мы были бы обречены. Но когда мы были погребены во грехах. Тогда пришла Божья милость в нашу жизнь, пришло покаяние. И в результате прощения мы получили освобождение. Первое Иоанн 1.9 говорит, что если мы исповедуем наши грехи, то он верный и праведный простит нам и очистит нас от всякого греха. Он не только прощает нам наши грехи, но также восстанавливает наше общение с Богом. И в результате покаяния Бог не только прощает нам наши грехи, но и восстанавливает общение. И так же в этом стихе написано, что он не только является прощающим твои грехи, но также исцеляющим тебя от всех. Первое Иоанн 2.9 говорит, что он не может прощать грехи. Первое, он сказал прощение грехов, второе исцеление от болезни от недугов. И обратите внимание на то, что он прощает все беззакония твои. И он также исцеляет от всех недугов. Не только он прощает некоторые грехи, он исцеляет все недуги. Есть болезни, которые тебя не убивают, но они неизлечимы. Но также есть смертельные болезни. И вот такую категорию ты не проходил бы. Когда написано, что он исцеляет все недуги твои. Это означает не только головную боль. Он является также тем, кто исцеляет болезни, которые неизлечимы. Но также тех болезней, которые очень быстро убивают. Он прощает все грехи. И он исцеляет все наши недуги. И он говорит, душа моя, не забывай. Не забывай всех благодеяний. И он перечисляет и говорит, ты тот, который простил мне все мои грехи. Который исцелил все мои болезни. Он является исцелителем всех болезней. И четвертый стих говорит, избавляет от могилы жизнь твою. Мы были обречены. В царстве дьявола человек обречен. И в 1 главе 13 стихе написано, что он избавил нас от власти. И вел царство сына своего возлюбленного. То есть в место, где безопасно. Что-то произошло тогда, когда мы приняли Христа. Там, где нет стабильности, где ты обречен. И когда каждый день что-то может произойти с тобой. Ты перешел в то царствие. Где у тебя есть безопасность. И где ты гарантирован, можно сказать. 90 Псалом 11 стих говорит так. Ибо ангелом своим заповедовал. Да, говорится оно. Охраняет нас на всех путях наших. Не на всех моих путях. Тогда ты комфортный. Тебе приходится ходить по твоему пути. И там он хранит тебя за счет. И ангелом дам приказ. Что на каждом пути, по которому ты будешь идти. Конечно же на территории царствия. Чтобы ты был защищен. Но если ты упадешь, ты не будешь опречен. Бог есть Тот, Который избавляет нас. И поэтому мы должны быть благодарны. За все то, что он сделал для нас. За прощение грехов, за исцеление. И то, что он избавил нас от истребления. Четвертый стих. Венчает тебя милостью и щедротами. Венец дается человеку как награда. И точно так же, когда человеку возлагают венец на голову, это становится видным для всех. И когда ты в тайне стоишь и просто благодаришь Бога. Библия говорит, что он явно воздаст тебе. И вот этот венец будет видимым для других людей. Когда из твоего сердца исходит благодарение Бога. Тогда Бог Тот, Который явно воздаст тебе. Чтобы показать людям, что над головой твоей благость. Потому что он возложил венец блага. Есть благорасположение Божие на том человеке, который благодарит Бога и который свалит Бога. И другие люди увидят то, что делает Бог твоей жизни. Чтобы и они захотели того Бога, которого славим мы. Иисус для этого все сделал на кресте. Иоанна 19.30 он сказал, что совершилось. Иоанна 19.30 он сказал, что совершилось. Он совершил все на кресте. Он просил грехи. Он исцелил болезни. Он также вывел и спас тебя от могилы. И также венец милости возложил на тебя. То есть Бог сделал все и дал нам это. И Он много благости вложил в нас, чтобы вот эта милость и эта любовь проявлялась через тебя. Потому что пока он вернется, чтобы его благость и его милость проявлялась через тебя, потому что это есть на тебе. Возможно, нам не нравится то, что они делают. Но у нас есть задание, чтобы мы давали и несли людям эту милость Божию и любовь. И людям дается покаяние, когда они видят благость Божию. Римлян 2 глава 4 стих. Или пренебрегаешь богатство благости, крогости и долготерпение Божие, не разумея, что благость Божия ведет тебя к покаянию. Когда человек видит проявление Божьей благости по отношению к Богу, это дает ему покаяние. Но чтобы он вошел в Царствие Божие и остался, утверждился там, ему нужна Божия любовь. И поэтому, если мы обвинчены, то здесь у нас есть венец, милость и благости Божие. И если это все видимое, тогда ты должен позволить этим людям соприкоснуться с благостью, с милостью, с любовью Божией, чтобы они могли прийти к Богу. Первый Иоанн 3.18 говорит, Дети мои, станем любить не словом и языком, но делом и истинною. Насколько слов не выражает любовь, но также и поступки. И это уже есть сострадание, когда ты добавляешь ко всему поступки. Это означает то, что когда ты видишь человека, который попал в беду, ты не только утешаешь его словами, но также и делами помогаешь ему. А не так, что вот если бы слушал меня раньше, с тобой вот этого не произошло бы. Знаешь, это не утешит его. Прояви любовь. Не словом или языком, допустим, это не означает, что этого не нужно делать. Если ты словом возьмешь и убьешь этого человека, Твои дела потом и не обрадуют его после этого. Нужно слово, словом и словом, и языком тоже словом сказать, но плюс к этому добавить и тело. Так что служи людям на позитивной ноте. Иисус Христос как раз для этого пришел на землю. Бог не начал нам объясняться в любви или открывать свою любовь через слова. Он делом доказал свою любовь, что это было проявлением любви, то, что он послал своего сына. Это была протянутая рука от Бога, чтобы взять человека и вывести его из того состояния, в котором он находился. Чтобы ввести человека в чудесное общение с ним. И пятый стих 102-го псалма. Насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Бог насыщает нашу жизнь благами. Пересмотри свою жизнь. Сколько благостей есть в ней. Просто перечисли, когда ты начнешь считать все это. Ты увидишь, оказывается, сколько всего хорошего и благого есть в твоей жизни. И он тот, который обновляет юность твою. Апостол Павел говорит. Это 2 Коринфянам 4.16. Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренняя со дня на день обновляется. Возможно, тело стареет. Но Павел говорит, что внутри в результате общения с Богом. Ты каждый день омолаживаешься. Там все по-другому, по-иному идет. Там тебе даются силы и энергии. Там ты не стареешь. Там не хочешь сключить. Там у тебя ноги не болят. Там внутри ты бегаешь, хочешь побегать, а потом понимаешь, что тело не идет. И поэтому внутри тебя обновляется твой внутренний человек. Внутри мы становимся энергичными. Он обновляющий юность твою, хотя я думаю, что и внешне тоже сказывается каким-то образом это. Вчера я очень поздно вернулся домой. 30 лет прошло, как я закончил школу. И мы собрались с одноклассниками. И на виновании того, что когда мы закончили школу, там был я, попросили, чтобы так же я вел застолье. Можешь успокоиться, я не пил как ты. Мы убрали твамбов. Я просто говорил. Да. И знаешь, если бы вы посмотрели... Ты подумал, наверное, они переделали там что-то, чаличнули в метрике что-то. Мои одноклассники, они все белые были. Парни. И такая разница была между нами. Что я даже не мог бы себе представить. 30 лет назад, что такое будет. Но, смотан назад, где-то 10 лет назад мы так же встречались с ними. Но вчера была совсем другая картина. Я был как будто особенным, отличался от них. Хотя 10 лет назад так не было. И все, весь вечер меня благодарили. Все отмечали, а ты не изменился все такой же. Он обновляющий юность твою. Бог может обновить жизнь твою. Когда ты с ним. Иоэлия, второе главе написано так. Озда самидан, озда швидамдэ. С 23 по 27 стих. И, как бодрадом, здесь умерла, cities что-то думал. И если уехали из декора, то все умерла. Он перестал без умерла. Это было таком все, что было так сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Бог говорит Субтитры создавал DimaTorzok 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 Может что-то он скажет, чтобы удовлетворить твое сердце. Но те благости, то благо, которое есть в твоей жизни, если ты перечислишь это. Давид сам себя заставлял. Наверное, он мог также сказать, что спасибо Боже тебе за все, благодарение тебе. Но он говорит самому себе. Благослови душа моя. Изнутри славь его. Из глубины сердца славь его. Пусть это благодарение исходит отсюда. Чтобы ты на самом деле чувствовал это благодарение. Все то, что он сделал для тебя, вот за это. Вот за все благости, которые он сделал для тебя. И когда это исходит от тебя, это на самом деле возрадует тебя. И Божье желание, чтобы благодарение и хвала Богу, она всегда исходила отсюда. Потому что, когда ты говоришь от сердца, тогда твоя вера утверждается в доверии к Богу. Потому что ты начинаешь понимать, сколько чего он сделал для тебя. Что он не оставил тебя. Что он заботился о твоей жизни. Когда ты перечислишь все это, ты начнешь чувствовать то, как будто внутри тебя ты начинаешь становиться на ноги. И это утвердит тебя. И будет тебя держать в статусе позитивного человека. По-другому ты не сможешь стать позитивным. Когда ты воспринимаешь и знаешь, сколько чего он сделает для тебя. Когда ты благодаришь и хвалишь его за все это, тогда что-то здесь меняется и так же и на лице. И становится тем человеком, на которого приятно и поглядеть, и поговорить. Так что в этом негативном мире ты можешь быть позитивным человеком. Твоя позитивная хвала и благодарение. Помни, что он обязательно отнимет других людей. Ты будешь примером и откроет двери. Откроет больше двери твоей жизни для большего благодарения, для большего благословения. Потому что тот, кто видит зрячему дается больше. И я хочу, чтобы мы сейчас встали. Тех, кто хотят благодарность. Остальные, вы можете садиться, те, кто не хотят. Я хочу, чтобы ты сейчас опись сделал всей твоей жизни. Стань на минуточку ревизором. И пересмотри всю свою жизнь. Перекроверь ее. Вспомни все, что Господь сделал для тебя. Все, что Он дал тебе. И этого достаточно, чтобы было в этих пяти стихах. Что Он простил грехи. Он целитель и Он исцеляет тебя от всех болезней. От могилы избавляет душу твою. Наполняет благостью твою жизнь. И обновляет юность твою. Перечисли, просто пересмотри. Если ты недоволен по всем этим пунктам, которые были перечислены. Семья, муж, ребенок, церковь, пастор, лидеры. Благодари и скажи тоже за них. Потому что у некоторых даже того нет, что у тебя есть. Скажи спасибо, Господи. Он козел, но спасибо за это. Горный козел. Козел, но какой. protein или риск parfait. Незавидẽ, если отвлечь этот человек. Просто ты можешь. С благодарением стать за свой свой номер. Что это не место страданий твоих, куда ты приходишь каждый день. На распятие. Конечно. И vista для этого не месту, когда ты присоставля в своей жизни. И потом терпишь, чтобы до утра убежать на работу быстро. Просто скажи, что дом твой. Это то место, где ты оживаешь, где ты обновляешься, где ты успокаиваешься и отдыхаешь.